Как вести себя в чуме, чтобы стать желанным гостем в тундре? Что нужно делать, чтобы не обидеть хозяев Арктики и соблюсти основы ненецкого чайного этикета? С этими правилами поведения ознакомились накануне жители Тельвиски в рамках уникальной образовательной программы Пустозерского музея. С многовековыми традициями ненецкая тундра удалось познакомиться и нашей съемочной группе. Ну что, просим кого-то из двадцать первого. Я пошла. Да. С моей рукой. И через... Да, через плечо. Правильно, через плечо. Вот так, вот так, да. И на место обратно. Повернувшись через плечо и аккуратно возвращая край покрытия жилища в исходное положение, Тельвисчане по одному входят в чум. Так требует многовековой этикет ненцев. Кстати, с основными его правилами участников клуба «Знатоки Арктики» познакомила заведующая ненецким отделом этнокультурного центра Александра Фомина. Но когда вы заходите в чум, вот вы зашли, да, вы видите, что есть жилая часть, где спальная часть, а есть и жилая, например, либо обе жилые. Если какая-то часть нежилая, то есть тут нету постели, то вы проходите сюда и ждете, когда хозяйка вас пригласит. Она обязательно пригласит, она понимает, да, за стол и положит вам самое главное угощение, которое есть – это мясо, бульё и вей. Если вы, проезжая мимо стоябище, решили зайти в жилище ненцев и попить чаю, то обязательно должны посетить каждый чум, иначе другие жители тундры могут обидеться. Когда вам наливают чай, тоже есть определенные правила. Вот вам налили чай, и пока вы пьете чай, если вы уже не хотите пить чай, то вам нужно что сделать? Вот у нас вот такая кружка, вам нужно, да, перевернуть просто и положить. И тогда хозяйка видит, что вы уже не хотите пить больше чая и кушать, и она не будет вам наливать. Если чашка будет так же стоять и не перевернутая, то она будет постоянно посадить и наливать. Возможность познакомиться с традициями ненцев, не выезжая из родного села, с жителем Тельвиски подарили сотрудники музея-заповедника Пустозерск. Это чумо-убранство в нем изготовили на средства гранта в рамках проекта «Культурный код Пустозерска». Этот проект – продолжение нашего предыдущего проекта, проекта предыдущего года от Шабуров к Пустоварам. И ставит он своей целью сплочение жителей деревни Устья и села Тельвиска вокруг Пустозерска, включение их в дальнейшую работу по обустройству туристических троп Пустозерска, развитию Пустозерска. Кроме изготовления чума, в рамках реализации проекта для жителей села Тельвиска и Устья была организована обширная образовательная программа. Это различные мастер-классы, лекции и встречи. Мне, например, тоже по камню очень понравилось. Почему? Потому что я потом и внуков научила этому. Я поехала в Виндику к сестре, а у нее тоже внуки приехали. А в Виндике камней – море. Мы там, я им показала, все камни разрисовали, все что-то нарисовали. Вот у них это уж тоже пошло. Потом очень интересно. Вот глинотерапия последний раз была. Нам очень понравились обереги плели мы, да, вот эти фенечки плели на руку. Мизенскую роспись сделали. Сегодняшний мастер-класс по ненецкому гостеприимству – финальная точка образовательной программы в рамках проекта «Культурный код Пустозерска». Уже сегодня чума отправится в деревню Устья, где будет находиться постоянно и выполнять функцию гостевого дома. Впереди у сотрудников музея Устьян и Тельвещан жаркая пора – празднование 520-летия Пустозерска, где жители этих поселений будут активно вовлечены в организацию проведения праздника, встречу туристов, изготовление сувениров и благоустройство территории. Любовь Пермяков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».